Всем привет, друзья! Вы просили в комментариях для сравнения показать вам другие зоопарки или парки, сравнить их с парком Тайган или с другими зоопарками. Этот зоопарк, или можно его назвать парк, находится в Азии. Здесь находятся амурские тигры. Непонятно, конечно, что за лакомство поднесли но очень интересно. Очень похоже на замороженный лед. А еще обратите внимание на решетку. Все-таки я предполагаю, что это сотрудники парка кормят тигра. Уникальные кадры. Белочка грызет орешек. Сначала мне показалось, что кролик, который на заднем плане сидит снизу, он просто не живой. И белки, конечно же, у них очень интересные. Кролик продолжает сидеть и не двигаться. Хотелось бы, конечно, посетить все зоопарки и парки мира для сравнения. Но, когда такой возможности нет, хотя бы можно насладиться такими уникальными кадрами. Вот амурскому тигру дали какую-то интересную игрушку. Можно понаблюдать за ним, что он будет с ней делать. Тигр находится, как я понимаю, в вольере. Но, видимо, временно, потому что потом их отпускают и они тоже разгуливают по парку Сафари. Этот парк напомнил мне о парке Тайган. Тоже красивые, ухоженные амурские тигры. Что будет, если их выпустить в дикую природу? Кстати, хочу заметить, в комментариях мне писали зоозащитники, когда они хотели, чтобы всех отпустили на волю. Так вот, посмотрите, что происходит в дикой природе. Схватка нескольких львов и крокодила. Здесь по кадрам уже понятно, кто победит, а кто проиграет. И выживает в природе тот, кто сильнее. Для животных здесь созданы условия тоже, как в настоящем парке. Как будто их и не держит никто в клетке. А вот и как обустроены барьеры в других парках. Вот так выглядит ограждение. Но мне кажется, все-таки дело не в ограждении, не насколько оно длиннее или короче, а просто в разуме человеческом. Теперь я буду бояться больших черепах. Еще одна фобия. И если я не ошибаюсь, это гепард. Посмотрите, насколько он красив. Так близко к гепарду я еще не видел никогда. Интересно, конечно, сравнить все парки, но каждый парк уникален по-своему. Я просто очень люблю животных и интересно за ними наблюдать. Что не скажешь про эти уникальные кадры. Посмотрите на эту собаку и на выдержку этого тигра. Ему нужно дать Оскар. А такого лабиринта для гепардов я не видела еще нигде. Самое главное, чтобы он был очень прочным. Интересно, конечно, куда он выходит и как он спускается. А вот и наш всеми любимый парк Тайган. Удивительные розовые фламинго. Любой парк это большая ответственность и очень тяжелый труд. Поэтому, приходя в любой парк, просто нужно соблюдать правила. Не кормить чем попало животных, не просовывать пальцы в клетку. Ну а если уж вы пострадали от укуса какого-либо животного, просунув в клетку пальцы, поверьте, это уж точно ваша вина. Если вы посещали какой-нибудь парк или зоопарк и вам понравилось, напишите в комментариях, какой это был парк. И спасибо всем, кто поддерживает парк Тайган. Всем пока!